Как только эту забавную вещь не называют. Копорулька, царапулька, грабелька. Но суть одна. С ее помощью выкапывают картошку. Но это когда свою. А если чужую, так это уже оружие преступления. В этом году зафиксировано огромное количество кражи картофеля. Почему складывается такая ситуация, расскажет Антонина Махнева. Один в поле борется за урожай. На своем участке картошка не уродилась. А при небольшой пенсии покупать ее накладно. Поэтому мужчина решил собрать остатки с колхозных полей. Уверен, гордиться тут нечем. Поэтому свое имя попросил не называть. Да какой там урожай? Вон, мелко вот такая уродилась в судоводстве. Вон, полмешка везу, сварю как-нибудь. Сварит и то, что насобирал на поле с одной сотки полведра. И делает он это уже после окончания уборочной. Более предприимчивые иркутяне атаковали поля еще до того, как агрономы запустили на них технику. Ущерб от таких налетов полтонны с гектара. У нас была уборочная. Каждый день у нас присутствовали люди, которые постоянно приезжали и собирали картошку. Хотя они говорили, что мы будем собирать там, где вы уже убрали, где у нас еще редкие стоят. Они всячески стали подкопать себе. Особенно это было заметно. Приезжаешь утром на комбайне и уже видно, что люди уже всю ночь трудились. Это повлияло существенно, я считаю, на наш урожай. С каждого гектара 10 тысяч рублей. В этом году от картофельных воров пострадали не только предприятия, но и рядовые жители. В Ангарском районе картошку выкапывали с дачных и садовых участков. Вот только чтобы наказать преступников, их нужно поймать. А на практике такое случается редко. В этом году как-то значительно больше случаев, когда люди обращаются к журналистам и в полицию с жалобами на то, что приехали убирать урожай, а поле уже выкопано. Это произошло в разных частях Ангарского района. Полицейские принимают заявление. Но первым делом звучит вопрос, а каков материальный ущерб? А как подсчитать ущерб, если высажено было 2, 3, 4, 1 куль картошки? Которые теперь придется покупать. В этом году килограмм картошки обойдется в среднем 18 рублей за килограмм. И эту цену придется платить людям, которые уже заплатили за то, что у них было украдено своим трудом и свободным временем. Антонина Махнева, Виталий Перетолчин. Новости по будням.